Воскресенье, ребята. Доброе утро. Гену я на пробовать. Соревновательный день. Кто больше наш клебет? Я же клебу тут, а Руслан по потолку. Жарко. Потом обливаемся. Ну, сейчас покажу. Берешь сапорик руки. И пошел. Главное его вовремя смачивать. Не смочишь, не поедешь. А мышца какая будет. Ох, не трепуха. А мышца. И так в течение часа-двух. Потом покажу результат. Получается, самый благодарный труд. Работала, работала. Никогда не сделала. Кучка мусора. Час времени, блин. Руки. Как в аренечке. Хотела рассказать. Это наша черная блямбочка. Тут бывший мастер ламастер. Видите, что тут было. Потому что мало того, что канализационная труба с тридцатки переходит в сороковку. И тут вся эта грязь собиралась. И она переходила вот этой резиночкой. И то есть эта резиночка. Это канализация тепла. А все правильно, как объяснил Руслан. Это колено должно с тридцатки на сороковку быть вот здесь. Вот переходник. И потом уже вставляться нормальной канализацией. Так что, кто делает ремонты, никаких вот этих вот резиночек. Абсолютно быть не должно. Теперь газовая труба. Она у нас вместо того, что смотреть ровно, она у нас смотрит вниз. Газ у нас всегда был. Но я всегда кричала, Путин, дай газу. Нет, все нормально. Газ был. Это я шучу. Вот. В общем трубы. Одна труба наверху, другая в середине. Ну да. Короче, это у нас с Русланом перерыв на кофе, потому что жара. Вот там не могу никак его сейчас помочила, опять не могу никак дошкрепти. Нам придется обдирать все вот это, все вот это, все вот это, все вот это. А самое главное, это этот столбик под плитку. Короче, тут обдираловки и обдираловки. Работа никогда не кончается. Ничего, Руслан. Пятнадцатого у меня выходной. Як встану, як обдеру всю хату. Ой, это ужас какой-то. Это кошмар. Короче, мы пьем кофе с Русланом. Машинка готова. Тут у нас парадочка. Видите? Все блястит. А Руслан тут быстрее шкрябает, чем я на пол. Знаете, сколько он уже все на шкребах. Остался ему вот этот маленький кусочек. Видите? Зашпаклевывать. Вот кажется, работаешь, работаешь, крутишься, крутишься на одном месте. Вроде, блин, работа та же, а ты все пашешь и пашешь. Но это так, как оно должно быть. Руслан оказался более дотошный, чем я в этом плане. Кусочек стенки. Вот нанес бы он сверху, что-то я бы все коржом взяла и отвалилась. И весь ремонт надо смолить. Вот так вот. Вот это мой новый пол. Видите, он практически как мой ламинат был. Такая плитка. 0,7 толщиной. Чуть-чуть оттенок темнее. Чуть-чуть. Еще она такая у нас. Сейчас покажу. На свет. Она такая, как блестящая. Что-то плоховато видно. Но поверьте, что она блястит на солнышке. Вот. И будет она у нас ложиться. И будет она у нас ложиться. И будет она у нас ложиться. Вот так вот делаем нолькой. Зашел. Увидел. И улюбился. Видите, как не спят вот эти прорезики на плитке. Так, Лилек. Ты хоть круть верь, а вот это надо сдырать. И убрать вот эту гору мусора. Так что занимаюсь я дальше. Это была маленькая рекламная пауза. А тут, чтобы нам легче клей снимался. Вот так вот. Чуть-чуть намачиваю. Пока мусор собираю. Чуть-чуть размокает. Своих котиков после ремонта выброшу. Даже на огород не оставлю. Жем всю гайки моим котикам. Обормотикам. Боже, насколько у меня все криво. Мама дорогая. Вот это мастер у меня был. У меня даже вот тут плитка лежала горбом на канализации. Видите? И плитка вот так выпирала. И шкафчики пришлось подкручивать ножки. Был у меня мастер-ломастер. А теперь у меня Руслан мастер. Говорит, одна женщина сделала себе откосы. Говорит ему, ну приди, говорит мне, поправь откосы. Говорит, Руслан, я пришел, говорит, все срубал, перерубил, поправил. Хе-хе-хе-хе. Так что надо изначально делать нормально. А что переделывать, это хуже всего. У нас уже сеточка на потолочке. Не, на стены, а потом. На стены. Ну вот с заходом чуть-чуть на потолок. А потом потолок уже будет отдельно. Потолок отдельно. Маленькая. Камушки попадают. Хорошая шпаклевка, это масло. Масло мажет пластинка. А теперь ситочка. Утрезается. Размер. Вот эти работы уже интереснейше делать, чем шкрябать, блин. Неблагодарный. Хай Бог милый, блин. У нас как раз ламинат лежит, как линейка. Хе-хе-хе. Класс. Созидание, а не разрушение. Сейчас покажу, что у меня тут было. Поставили двери. Оказывается, под ними такая щель, что я стояла. У меня ноги мерзли. Вот так вот. Сверху задувает стой коробки. Снизу стой коробки, блин. Вот почему у нас в квартире было холодно. Теперь этого не будет. Прозеваем сейчас сеточку. У Руслану шею. Надо ее ровно прикрепить. Мы нахлёст не делаем. А зачем нахлёст? А тут, я думаю, и что зафильня? А тут же стена. До голову пішла вверх. А стена пішла вниз. Прямых углев у нас нема. Так что их надо еще найти. Не важно. Делай так, как и есть. Прямые углы у нас вверх. Внизу. Между потолком и стеной. Не важно. Нема и не будет. Уже разрушать мы не будем. Нема смысла. Пишла я в комнате. Пишла я в комнате. Пишла я в порядок. На воду пельпу выгребаю. Сегодня будем спать в чистоте и красоте. Все хорошо. И Галя дома. У нас маленький объединенный перерыв. В основном залез на потолок. Уже все у нас в сеточке. Видите, как она стоит. Тоненький, тоненький слой. Усохнет очень быстро. Час назад намазала. Уже почти-почти сухой. Вот так вот. Потолок, ребята, уходит в небеса. Видно, да, там? Вот такой он. Вот такой. В общем, как мой палец кривой. Но когда побелится, оно тогда не видно. Сейчас пока серое оно. Охренеть. Как тут строители строили. Я вообще в маленьком шоке. Из увиденного. Потом вот эти все окна, видите? Смотрите. Тут кирпич. Оно было просто залеплено. Видите? Силикончиком все. Вот это все отсюда тянуло. Тянуло воздухом. Так что теперь моя пенка. И все за это зашуруем. А может даже раствором. Наверное, будет еще теплее. Так что Руслан что-то сделает. Сбегала я на огород. Собрала очередной урожай. Вот вы. Огурцы уже все никакие. Помидоров. Горы. Так что завтра. Помидоры на работу. Мы сейчас зарежем дыньку. Я ее помыла. Два дня в холодильнике лежала. Холодная такая. Такая. Ух ты какая. Короче. Пришло сообщение с работы. Ребята. Я вам говорила, что я 15 выходная. А наверное не фига. Выходная кухня. Но это не значит, что выходные мы. Сказали, что одна из поваров придет помогать бару. Горика психанула. Мы работаем без картофеля чистки. У нее уже опухшая рука. По 10 килограмм картошки. Для шкребки. Ох. Везде хорошо. Везде хорошо. Надо, наверное, потребовать 13-ю и 14-ю. Тогда сказать. Мы выйдем на работу. Ребята, это мертвый. Ммм. Ммм. Это дыня. Кто-то говорил, что она опылится из цукини. И не будет иметь своего вкуса. Ничего подобного. Ничем она не опылилась. Боже, какая она вкусная. У нас на работе не такие вкусные дыни. Так что выращивайте свои дыньки. Ну, а 15-го на работу, как всегда, выйду я. Что поделаешь. Такая наша доля. Но на сей раз 13-ю и 14-ю я все-таки с нашего начальства потребую. Потому что они, ребята, обнаглили. Вот так вот. Сегодня 11-е число нам еще и зарплату не дали. Она работает. Хорошо. А знаете, как Руслан сказал, надо нервы успокаивать. Встал и чухаешь стенку. И спокойно им дверь. Потому что эту работу все равно надо сделать. Вот так вот. Вот вам и строитель, и психолог в одном лице. А мы сейчас поедем холодной дыньке. На этом всем пока. Увидимся завтра.